Здравствуйте, в студии телеканала Родонежа Игорь Пикалов, заместитель генерального директора компании РТ-Инвест. Игорь Юрьевич, добрый день. Здрасте. И говорить мы сегодня будем о Сахарова, о полигоне, о полигоне и мусороперерабатывающей комплексе, который планируется в Шеметовском поселении. Итак, компания РТ-Инвест заключила договор, точнее сказать, с Московской областью крупный инвестиционный контракт, в рамках которого в Сергеево-Пасадском районе должен появиться мусороперерабатывающий комплекс. Рядом с деревней Сахарова есть несколько участков земли, которые принадлежат Московской области, и два из них переданы компанией РТ-Инвест. Все так? Да, правда. Да. Что сейчас происходит на предполагаемой строительной площадке? Ведутся ли там какие-то исследования? Если да, то кто их проводит? Мы получили земельный участок, договоры действительно подписаны. Мы получили так называемое ГПЗУ, которое позволяет нам на участке проводить инженерные изыскания. Собственно говоря, они сейчас проводятся. Эти изыскания делаются целью того, чтобы уточнить технические параметры проекта. Необходимо посмотреть, где там грунтовые воды, сделать экологические изыскания. И по результатам этого уже будет корректироваться проект, который будет там реализовываться. Что будет включать в себя вот этот самый мусороперерабатывающий комплекс? Это довольно сложное технологическое предприятие, не дешевое. То есть мы предполагаем туда инвестируя порядка 2 миллиардов рублей. Он включает в себя сортировочный комплекс, который будет позволять отделять порядка 20% полезной фракции. После этого будет отделяться органика, из которой будет делаться компост. Компост сам по себе это такая товарная тема, которую можно будет либо продавать, либо использовать на технологические нужды, включая пересыпку той же площадки, где будут размещаться хвосты или в дорожном строительстве. И непосредственно площадка для размещения той фракции, которая ушла и не в компост, и не была излечена как полезная. Деликатно вы сказали площадка, в народе это говорят полигон, но наверное проблема в том, что сегодня мы все воспринимаем полигоны, как это некие свалки. Что будет планируется на новом полигоне в Сахаров? Будет ли он чем-то отличаться, во всяком случае по задумке проектировщика? Он будет кардинально отличаться. Почему? Потому что это еще раз самое современное, самое высокотехнологическое предприятие с упором на экологические требования. То есть там будет, понимаете, любой полигон, тело полигона, оно связано с тем, что из него течет, по-простому говорю, так называемый фильтрат, из него выделяются газы. И чтобы с экологией было все в порядке, необходимо эти потоки перехватывать. Поэтому там разработана и предусматривается самая современная система по газоудалению и система по очистке фильтрата, так называемый обратный осмос. Кто понимает, то есть это фактически после такой установки условная чистая вода, которую в принципе даже можно пить. Поэтому акцент делается как раз таки на экологических требованиях. Вот свой вопрос начали и абсолютно правы. Совершенно справедливо мнение населения о том, что как бы то, что мы имеем сейчас свалки, они в самом худшем виде. Поэтому надо эту тему действительно исправлять. И, по-видимому, это будет один из первых объектов области, построенным на современное, по современным требованиям, который исключит любое негативное воздействие на экологию. Значит, будет полуавтоматическая сортировка. Да. Что фактически там будет происходить? Ну, смотрите, вы говорите правильно, полуавтоматическая сортировка. Да, мы сейчас ведем переговоры с поставщиками оборудования. И само по себе вот это вот оборудование, оно состоит из грохотов, барабанов, транспортированных лент. Но половину этой стоимости будет стоить так называемый оптический, оптический, баллистический и ряд других сепараторов, которые позволяют высокотехнологически отделять ту фракцию полезную, которая идет по ленте. Конечно, это не заменит ручной труд, но он позволит его максимально автоматизировать и извлечение полезной фракции довести с рядовых 5-7% до почти 20%. Но пока в Сергиево-Пасадском районе в Сахарово предположительно, если все экспертизы дадут добро, будет сортировочная станция, будет цех по компостированию и площадка по размещению хвостов так называемых. Площадка по размещению хвостов. Правда ли, что 7 муниципальных образований будут возить в Сахарово свои отходы. Насколько я понимаю, что 350 тысяч тонн в год может приработать сортировка. Полигон рассчитан на 600 тысяч в год. Наверное, это как раз те самые там 30 и 70 процентов, которые останутся. И как бы вот это все, вся информация верна. Да, это правда. Здесь надо единственное, что добавить следующий момент, что на территории Московской области ведет строительство четырех мусоросжигательных заводов. Вот каждый из которых по 700 тысяч тонн. Не надо этого бояться, потому что в Европе так, к сведению, функционирует порядка полутора тысяч мусоросжигательных заводов. Это не моя тема, но я знаю, что это не менее экологически чистое предприятие. Поэтому первый завод запустится в 2022 году. И территориальная схема, на основании которой рекоператоры работают и возят отходы в соответственность с ней по полигонам, она будет изменяться. Поэтому львиную долю отходов заберут на себя мусоросжигательные заводы, в том числе и львиную долю из Сергиева Посада. Поэтому сейчас можно говорить о каком-то неком переходном периоде, который заставляет нас размещать такое большое количество отходов. После того, как мусоросжигательный завод заработает, я думаю, мы все почувствуем некое облегчение. То есть, во всяком случае... Нет, в Сергиево Посадском его нет. Значит, при планировании объекта учитывается ли воздействие на окружающую среду тех объектов, которые уже есть в Шеметовском поселении? Радон, Козловское захоронение, возможно, те аспекты, которые в своей справке предоставила администрация Шеметовского, что это самая высокая точка, одна из самых высоких точек района. Вот все это берется во внимание при, так сказать, размещении объекта на территории. Смотрите, когда объект планируется, насколько знаю, это тема давнишняя и давно этот участок прорабатывался, да, то есть как бы две стадии. Первую стадию это занимается администрация области, которая готовит этот участок, делает предварительные исследования. Укрупненные, да. Они там делают необходимые запросы, делают необходимые измерения. И после того, как это все соответствует, очень, поверьте, многочисленным требованиям, в том числе экологическим, этот земельный участок предоставляется инвестору. И уже инвестор как раз занимается вторым этапом экологических исследований, то, чем занимаемся мы. А мы занимаемся тем, что сейчас делаем инженерное изыскание, которое как раз позволит уточнить проект. И кроме того, когда будет проект практически готов, есть такая обязательная процедура, как согласование с жителями района, так называемый ОВОЗ. Это раздел проекта, который рассматривает воздействие на окружающую среду. И поэтому мы, наверное, через 3-4 месяца к вам приедем и будем как раз презентовать этот проект. Населению будет общественное слушание, и те разумные, толковые замечания, которые будут предложены, они будут в проекте учтены. Поэтому, кроме того, сама процедура предусматривает экологическую экспертизу, которую мы должны пройти, и государственную экспертизу. То есть, все это, я вам скажу, не шутки, да? То есть, это довольно такая серьезная процедура, связанная с тем, что проект изучают очень толковый специалист. Поэтому там, как говорится, бульгарно скажу, на халяву-то ничего не пройдет. Поэтому все будет очень серьезно. Ну, жители беспокоятся, да, что когда объект будет введен в эксплуатацию, даже если он будет сделан по всем стандартам, самым высшим, которые Московская область предъявляет к разработчикам и к инвестору, что потом в процессе эксплуатации немножко, ну, замылиться какие-то вещи, ведь, может, не так часто будут какие-то аудиторские проверки именно в сфере экологии, да? То есть, какой дальше-то контроль за этим предприятием предполагается? Ну, вот я здесь с вами позволю не согласиться. Почему? Потому что, ну, в том числе и органы местного управления широчайшей полномочия по экологическому, так сказать, контролю над объектом. Кроме того, в объекте будет реализована система видеофиксации, которая позволит идентифицировать машины, которые едут, откуда они едут, какой они везут объем отходов, так называемый, будет сводиться баланс масс. Вот. Будет радиоактивный контроль реализован, будет весовая. Вот. Мы можем даже предложить такую систему администрации города, как у нас реализована в Казани. Она выглядит примерно так, что на начало дня у себя на экране глава видит, как начинают разъезжаться мусоровозы, подъезжают к контейнерным площадкам, как забираются контейнеры и, как говорится, количество контейнерных площадок, которые утром были красным, они все превращаются в зеленым. И видно, как на экране едут мусоровозы. Нажимая эти кнопки, видно, что за мусоровоз, куда он должен был заехать, сколько он отходов должен стоить, вплоть до фамилии водителя, который на нем сидит. И эта система позволяет моментально реагировать на какие-то жалобы и нарушения. Это примерно делается так. Делается фотография, она тут же сбрасывается, и на столе у главе, или у его зама эта фотография всплывается, и видно, в чем нарушение. В завершение, что бы вы сказали жителям Сергеева Посадок? Сообщество, конечно, бурлит, недовольно. Главный лозунг – мы не хотим вообще, чтобы здесь было ничего мусороперерабатывающего. Наверное, нам не выпасть из схемы областной по обращению с твердыми бытовыми отходами. Что скажете людям, которые сейчас нас смотрят и, может быть, успокоите или перезовете к сотрудничеству? Не знаю, пожалуйста, ваш призыв. Я первое, что хочу сказать, что во многом я требования людей разделяю. Хоть я очень давно занимаюсь этим бизнесом, я разделяю. Дело в том, что то, что люди видят очень часто, это в самом худшем виде свалки. И они, конечно, и отравляют воздух, и почву. Это невозможно, и дальше мириться с этим нельзя. Другое дело то, что не так долго осталось. Мы должны через 6-8 месяцев запустить работающий объект, который будет отвечать именно тем требованиям, которые я сказал. И поверьте, там, где это реализовано, я не буду ссылаться на Европу, это некорректно и неблизко, но там, где мы работаем, например, в Казани, то есть там два довольно мощных полигона для миллионного города, и там эти все технические решения отработаны. Там не сочится фильтрат, потому что есть геомембрана, которая не позволяет этого делать. Там не идет фильтрат в реку, потому что там есть обратный осмос. Там не летают бумажки, потому что поверхность полигона обрабатывается. Там нет навалов, потому что прежде чем захоранивать, отходы пакетируются, выкладываются в кубы, потом пересыпаются инертными материалами. Там даже нет птиц, потому что там, грубо говоря, мелочно. У нас работает такое записывающее карканье, которое изображает какого-то орла, который отпугивает этих птиц. То есть это все будет, и поверьте, у нас другого нет выхода и пути. Почему? Потому что мы-то ведь все знаем, что мы в России живем, что это недовольство не бывает безграничным. И мне кажется, пришло время уже заканчивать с терпением народа. Надо действительно что-то уже делать. И как раз-таки мы и хотим это сделать. Напомню, на студии был Игорь Юрьевич Пикалов, заместитель генерального директора компании RT-Invest. Компания планирует строить мусоропрерабатывающий комплекс в Шеметовском поселении, недалеко от деревни Сахарова.